Уважаемые коллеги, добрый день. Правительство Российской Федерации провело очень большую работу по подготовке главного финансового документа, главного финансового закона страны, бюджета страны на следующие годы и на два последующих, на трёхлетку, на ближайшие три года. Мы сегодня проведём с вами заключительное совещание с участием представителя региона, а именно губернатора Челябинской области, как главы комиссии Госсовета по направлению экономикой и финансов вместе с Алексеем Леонидовичем Текслером. Хочу сказать, что мы уже рассмотрели прогноз социально-экономического развития России на ближайшее время, и с учётом этого прогноза строятся и планы доходной и расходной части бюджета, определяются основные параметры главного финансового документа страны. Вместе с тем ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, всё ещё остаётся неустойчивой, турбулентной. Поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов. Я скажу сейчас об этом поподробнее. Но вначале подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан. В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет. Кроме того, принято решение по увеличению денежного удовольствия сотрудников правоохранительных органов, МВД, ФСИН, Федеральные таможенные службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год. И тем самым мы сократим разрыв доходов сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы. Мы с вами об этом хорошо знаем и как раз и договаривались о том, чтобы этот разрыв сократить. Кроме того, в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно. Я прошу выдержать все эти ориентиры. Конечно, в центре нашего внимания, как мы уже многократно об этом говорили, хочу это подчеркнуть ещё раз, остаётся поддержка семьи с детьми. В этом году предложил несколько новых мер на этот счёт, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребёнком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребёнка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет. При этом, повторю, в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Тоже ещё раз подчеркну, мы много раз об этом говорили. В целом, темп того, что надо делать, понятен. И, конечно, мы должны будем делать, начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы. Отдельная важная задача – это создание современной комфортной среды для жизни граждан. И здесь, в части развития городов и посёлков, мы также ставим большие перед собой цели. Прежде всего, имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. Вот я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть, надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными, на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное современное жильё уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета. Эти и другие вопросы мы с вами договорились обсудить ещё на предыдущем совещании, и давайте сделаем это сегодня. Но в завершение ещё раз хочу подчеркнуть, нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета на ближайшую трёхлетку как бюджета развития, именно как бюджета развития, как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики, в целом инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан. В текущем году мы существенно увеличили бюджетные расходы на эти цели, и в ближайшие годы они также будут расти. Я прошу руководителей правительства, федеральных министерств и ведомств, регионов страны исходить из приоритета достижения национальных целей, которые мы поставили перед собой. Мы будем сконцентрировать необходимо на этой задаче все необходимые силы и ресурсы. И, конечно, будем в постоянном режиме отслеживать реализацию намеченных планов. При необходимости, исходя из объективной картины, ситуации на местах, в регионах, конечно, будем принимать и дополнительные решения. Продолжение следует...